Я бы уже сказал, что строительство уже у нас дальше, даже во время войны, строительство не прекращалось, вот туда в сторону, партизанской, это сейчас она называется партизанской, раньше называлась Исмельский парк, трёхсо-станцев называлась, потом будет там 10, не знаю, может 15 полуно-перемен, у нас партизанской. Но вот в годе Великой Отечественной войны, очень напряженной для нашей страны, ребята, вы, наверное, многие, может, почитали, но я чуть-чуть хочу вам следующее сказать из своей, даже не памяти, а из того, что я был непосредственно участвующим в происхождении. И к самой войной, когда уже немцы подступили в Москве так, совсем-совсем близко, и уже казалось, что всё, мосту затватят обязательно, вот, был и приказ о затоплении московского метростроя, метрополитерный был приказ такой, который до последнего держали, вот на кнопке, или сейчас на кнопке, или вот чуть-чуть подождали, вот подождали чуть-чуть, и могу сказать, что нашей матери, нашей матери, как говорится, дай бог им, было все. И все время здоровье, к сожалению, уже никого нету с тех времен, но что, что, что произошло? Когда немцы совсем еще раз повторили, подступили, ребята, вот здесь главный момент, что почти все они верили в бога, и наших детей, и меня в том числе, перед самым вот захватом, то есть в 41-м году, всех отвели в церковь и окрестили, вот всех детей, они надеялись нашей матери, что вот, ну, хоть мужчины не верили в это, в бог, ну, мне, конечно, верили, но матери почти все верили в бога, и нас всех окрестили, и вот, представляете себе, они отступили от нас в итоге, и вот, как здесь сказать, действительно была помощь Всевышнему, или так уж произошло, ну, вот, еще раз, что всех детей окрестили, а у каждого в это время было уже по трое-четверо детей, еще раз так скажу, в 30-х годах создали семьи, и к началу войны уже было очень-очень много детей. Ну, так как отцы ушли, вот я хочу, в третью очередь, в годы Великой Отечественной войны сказать, отцы ушли все на фронт, всех буквально поколовно, а матери были все, женщины, какие, ну, крепкие у нас, они все, там, 20-30 лет, 35-40, их всех призывали строить метро, а куда детей девать? И вот здесь вот, рассказываю, что вот наш народ настолько благородный, что постарше женщины, которые оставались в домах, ну, мы думали, что это старые, на самом деле, там, 45-50 лет, они всех детей, как в детском саду, брали себе, вот, под себя, и целый день, пока матери работали, они занимались с нашими, у нас вот во дворе, я жил в Азмайлово, вот в это время, недалеко от Семеновского метро, на Сталинской, кстати, это поначалу имело название, вот. Вот, у нас было примерно 20 с лишним детей, которые вот объединяли в такие группы, и одна, мы считали бабушка, но она потом, не бабушка, это когда-то мы смотрели, для нас она бабушка, я делал 45 лет, вот они сидели с этими детьми, с нами, а матери все работали. У них был точно такой же труд, и проходчиков, и чеканчиков, и так далее. Дальше, покажите, пожалуйста, картинку. Вот, вы работали дети. Ну, вот автозаводская, там, из сложности, а, кстати, она получила гран-при, вот эта станция автозаводская, то же самое, как маяковская, она считалась тоже одной из лучших станций на московском метрополитене. Хочешь немножко поехать дальше? Вот, ну, Кузнецкая тоже самое получила гран-при, вот эта станция, вот этой очереди, получили все-все премии, они действительно красивые, они изображали по тем временам нашу жизнь, вот что у нас происходило в нашей стране, там очень много, если вы внимательно пройдете, и посмотрите, что там изобретено, вы поймете, насколько действительно там изобретена жизнь нашего государства, нашего народа. Дальше посмотрим, это станция, так, вот, партизанская, она имела, еще раз повторяю, она была у нас, измайловский парк назывался, там, три разветвления были, вот, а почему она партизанская, что в это время в Украине измайлов фармировались во время войны партизанские отряды, и было очень большое, ну, не очень большое количество, но достаточное количество, которые там фармировались и отправлялись на фронт. Вот, решили, чтобы не создавать, там, у нас измайловский парк, измайловская, решили вот так назвать эти партизанские, а дальше, там, у нас пошел измайловский парк, вот, дальше посмотрим, какие еще станции, что у нас, следующую, вот, электрозаводская, тоже получила гран-при, прекрасная станция тоже, мне там просто радуется, вот, такой, какой-то, светости, что ли, который идет от этого мрамора, от этого гранита, вот, такое впечатление сюда, она тоже получила премиум, гран-при. Кстати, еще раз повторюсь, что облицок, вот, это я уже говорил, что, что здесь есть, все, что у нас из Карелии и из Урала, вот, все, облицок, у нас все материалы, до сих пор идут с этих вот районов нашей страны. Дальше поехали. Сейчас обновляемся еще, ну, году веки отечественного, я уже сказал, вот, у меня там не было, правда, вот, я могу сказать, что я там тоже где-то есть, на Маяковском, на самом деле, у нас бомбоубильщик, говорит, во дворее. А это самые элементарные землянки, покрытые, там, слоем земли, ну, каким-то, бруствером, вот, вот так прятались у нас, наши матери, то есть наши, мы с детьми инострятами этих бомбок умерли. Вот, ну, в сорок первом году, вы знаете, уже когда вот все, все ждали, чтобы немцы захватят, но в это время выступил Сталин, был парад в Москве, вот, на Красной площади были приготовлены, видите, все держи, точнее поставили, чтобы немцы не прошли. Ну, в итоге, я еще раз повторяю, что нас окрестили матерью, они подумали, что именно вот это, самое главное, что мы немцы отступились, куда-нибудь сказали, что поехали. Ну, вот, парад был 7 декабря, вы, наверное, слышали об этом параде, что это вдохновило всех наших людей, где выступил сам Сталин, он никуда не уезжал из Москвы, он как был там, как он и с трибуны выступил. И это очень вдохновило наши войска и наш народ, он как-то, знаете, сразу же как-то притянулся, да нет, нет, разобьем фашистов, так и произошло. А вот кольцевая линия, ну, конечно, уже настал период построить кольцо, ну, по всему кольцу, естественно, бывали на каждой станции, станции очень красивые, кстати, на некоторой станции женщины руководили этим строительством, в частности, на станции Новослободска, красивые эти станции, да, но там работа вела наша, наш инженер Федорова, которая вполне в дальнейшем стала заместителем начальника московского метростроя, к сожалению, сейчас ее нету, но она именно возглавляла работу на этой станции. У нее были женские бригады, они выполняли очень ответственную работу, но станция получилась красивая. Станция Комсомольская, Гран-при тоже, там мы, вот на станции Комсомольской, мой директор, он мне рассказывал все, вот, как вообще все это делать, как подымалось, как сводствовали, как тоннели строили, и все, ребята, не обходилось без каких-то варей, всегда на каждой стройке, на каждой станции что-то происходило, потому что это все было в новинку нашим строителям, обязательно были какие-то неурядицы, которые мешали работать. Но в итоге все справились, вот, а сейчас еще дальше, немножко вперед, чуть-чуть запутайте, как есть, здесь, там, ну, вот видите, как в каких условиях строился эта станция Комсомольская, вот, есть эскаватор внутри работы, вот, подвесные леса, вообще это громоздкая-громоздкая работа была, и вот эти вот погоны, которые сегодня сверкают, вот, очень тяжелейшая работа, но я говорю, я это знаю, вот, хорошо, потому что он тестом как раз работал, вот, есть бригад, вот, на этой, на этой, на этой стройке, а в итоге вот что получилось, красота, конечно, и все признали, что это действительно удостойно пение самых высоких, и еще дальше. Вот, женщины трудились, я уже говорю, наравне с мужчиной, вот у нас бригада с молоком чеканочным и с кабелем женщины идут, вот, в общем, женщины у нас работали везде, во всех направлениях, с инженерами и рабочими, женщины, я могу сказать, что особенно тяжелый труд был женщин на путях, ну, знаете, чтобы уложить пути, рельсы, шпалы и так далее, вот, работали целиком женские бригады, я могу даже вспоминаю, с молодостью работала, бригада Зубова, извиня, такая работала, Маша Завидоновой, пятая бригада были сильнее, что женщина, даже сегодня, я, конечно, говорю, что это ни к чему женский такой труд, но тогда просто было необходимо, не было других возможностей установить пути, даже не представляете, шпалы такие тяжелые, непропитанные все креозолом, рельсы, которые ломаны, вот так брали, там, 10-15...